Привет, это Олеся, надеюсь у вас все зашибитлз И в этом видео мы посмотрим на последнее движение цены биткоина Я вам скажу, что оно нам говорит и каковы риски В ценовом уровне я более всего заинтересован сейчас Так что, гоу-гоу-гоу Окей, чуваки, как вы видите, я в самом центре готики В Эдинбурге, Шотландия Я был тут с 2015 года На самом деле достаточно долго сюда ехать на машине Около 8 часов из Лондона Окей, чуваки, в моем последнем видео по биткоину я говорил о том, что Очень все похоже на то, что мы вступаем в территорию медвежьего рынка И мы заметили, что биткоин не удержал аптренд Зафейлил разворот и также упал ниже 21 недельной скользящей экспоненциальной средней И это знак слабости и увеличения риска потенциального пробоя вниз Потенциального медвежьего рынка Короче говоря, другими словами, мажорные уровни поддержки Пока еще удерживаются, но если он пробьет их, то мы, скорее всего, вступим в медвежий рынок технически Но технически мы пока еще в бычьем рынке И, наверное, вы подумаете, что 50% падение — это уже знак медвежьего рынка Но, как я объяснял в предыдущих видео, просто какие-то сильные значения Типа 30, 40 или 50% — это не доказательство того, что мы в медвежьем или в бычьем рынке Окей, чуваки, я сейчас захожу в замок, Эдинбургский замок Вот они, ворота Окей, ну, как я уже объяснял вам в предыдущем видео, что в медвежьем рынке ралли отвергается И после этого мы пробиваем поддержку Отскакиваем, и цена снова пробивает поддержку, но уже пробивает рыночную структуру На разных таймфреймах, особенно важно на недельном таймфрейме Итак, биткоин снова достиг этих нижних значений, которые у нас были в мае и в июне Кстати говоря, посмотрите на это, посмотрите, какие металлические ворота здесь Очень жуткие Итак, ребята, биткоин снова дошел к очень важным уровням поддержки в районе 30 тысяч долларов И пробитие этого уровня будет официально означать медвежий рынок Но это даже не то, что меня настораживает и беспокоит сейчас Что действительно меня волнует, это то, что происходит на фондовом рынке Так что я бы сказал, что самый большой риск, с которым биткоин сейчас может встретиться лицом к лицу Это риск, связанный с тем, что сделает S&P 500 в ближайшем будущем Я говорил уже, что чтобы увести биткоин ниже на 25 или даже на 20 тысяч долларов Нужен какой-то катализатор Внешний катализатор И это может быть как раз падение и коррекция на фондовом рынке И давайте-ка я вам объясню Есть позитивная корреляция между биткоином и фондовым рынком И вот почему, если фондовый рынок увидит серьезную коррекцию Что, кстати говоря, очень вероятно сейчас Вы могли видеть мои последние видео про фондовый рынок Где Роберт Практор делал предсказания о том, что мы увидим потенциально очень сильный крах фондового рынка в этом году И неважно, будет ли это просто коррекция или медвежьим рынком Но также еще более важная информация, которую я запостил недавно Про хедж фонды Сегодня вышло видео на канале CryptoCommons 2.0 Обязательно подпишитесь на него тоже, ссылка в описании Где я поделился с вами информацией от Джейсона Гейперта Где он говорит, что хедж фонды сейчас запрыгивают в маржинальные лонги А дал живут деньги, чтобы торговать в лонг Так что это очень хреновый индикатор, говорящий о том, что хедж фонды сейчас заходят с плечом С маржинальным плечом Посмотрите обязательно это видео Огромные хедж фонды запрыгивают в сток маркет на хаях с плечом Это исторически очень негативный контр-индикатор, что означает того, что сейчас очень высокий риск, краткосрочный риск, что мы увидим хорошую коррекцию по фонде Особенно, если мы увидим приближение к июньским лоям по S&P И вот означает, что есть очень высокий риск коррекции сток маркета, очень вероятный Но любое падение в сток маркете, например, S&P, может также потянуть биткоин за собой Мы уже видели раньше, как S&P и сток маркет падал Они также имели негативное давление, нисходящее давление на крипторынок Так что, ребят, если фондовый рынок начнет падать на свои июньские лои Как вы можете видеть здесь на графике И давайте скажем, например, что мы пробьем эти июньские лои То у нас вероятность может увеличиться того, что биткоин упадет еще ниже на 25 или 20 тысяч долларов Вот два ключевых уровня, которые я вам сказал бы в таком случае Это 25 и 20 тысяч долларов, психологическая поддержка И в сухом остатке вот что я вам могу сказать Если сток маркет начнет крэшиться и упадет к июньским лоям или даже ниже Что статистически, и базируясь на возможностях, очень даже вероятно То тогда ловите биток по 25 и по 20к И дайте я вам еще кое-что скажу, ребята Если мы настолько с вами счастливчики, что биток реально упадет туда Что в принципе возможно То знаете что? Догадайтесь сами Я буду очень побычно настроен на 20 тысяч долларов уровня И на 25 тысяч долларов тоже И я думаю, что очень вероятно будет, что если биток туда упадет, то он оттуда начнет новый аптренд Но опять же, если мы будем только счастливчиками поймать его там Ставим ведра, короче И вопрос, который вы можете задать, почему биткоин всегда падает, когда сток маркет падает У меня этому есть такое объяснение Когда трейдеры начинают терять деньги в фондовом рынке А они начинают покрывать свои убытки, продавая свой биткоин Так что такое объяснение может быть, что трейдеры, которые теряют деньги на фонде Продают свой биткоин, чтобы покрыть свои убытки или вытянуть сделку из просадки Так что так вот, перед тем, как я закончу это видео, посмотрите, что у меня тут есть Военная тюрьма Военный мемориал И вообще, этот замок с 1615 года Прикиньте Если я ничего не путаю То это было время Сразу после того, как Джеймс I стал королем И если вы не в курсе, Джеймс был сыном мэри, королевы Шотландии Короче говоря, фантастического вам дня Желаю я из Эдинбургского дворца И увидимся в следующем видосе Пока Субтитры сделал DimaTorzok